МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас десятый день месяца новых дородов 7524-го лета. Третьяник по одному из древних календарей, а по современному, более всем известному, 11 ноября 2015 года, среда. Добрые народные праздники! Царскосельская вечерина. Такова тема сегодняшней нашей беседы. Главный соведущий Артур Гавриленков. Здравия тебе, Артур! Доброго здоровья! Приветствую всех! Давай тогда расшифруем для начала, что же такое царскосельская вечерина. Давай с этого, с самого главного и начнем. Это издалека. Царское село, ныне город Пушкин. Такая старинная царская резиденция наших императоров, царей. Здесь мы проживаем. Это наш любимый город. Мы здесь начали активно создавать народные праздники. Целый круг у нас теперь народных праздников. И, так скажем, отчетно-перевыборное собрание, особо значимое для нас праздник, это, конечно, царскосельская вечерина. Ну и следующий вопрос, наверное, надо задать. А каким образом царскосельская вечерина связана с добрыми народными праздниками, если все-таки там цари, резиденция царей, это более помпезно, более так громоздко, наверное. Да. У нас есть уникальный опыт вербовки людей, которые были погружены в дворянскую культуру. Вот. Вербовка прошла успешно. У нас есть такой клуб «София». И они все-таки были, значит, в стиле ампир, с веерами, с оголенными плечами. Все такие красавицы. Говорили по-французски. Читали Александра Сергеевича «Наизусть и взахлеб». Но пару раз побывали на вечерине, и теперь они занимаются народной традицией. Выяснилось, что все игры дворянские, все танцы пришли из крестьянской избы, в конечном счете. Пришли от того ясного и верного миропонимания, которое было у наших предков. И которые какие-то крупицы мы находим, сохраняем, вспоминаем и распространяем среди своих, среди гостей вечерины. Так что нашему празднику здесь очень комфортно и хорошо. А сколько лет уже происходит эта вечерина? Седьмой год. Седьмой год нас терпят. Кто-то терпит, кто-то любит, кто-то привечает. Это уже, так скажем, хороший показатель. А вот давай еще тогда коснемся вот чего. Скажи, пожалуйста, добрые и народные праздники. Что имеется здесь в виду? Что это просто собрались, поплясали и разошлись? Или здесь какой-то более глубинный смысл? Ну, со мной могут многие не согласиться. Но для меня первый критерий народного праздника – это доступность. Второй – это трезвость во всех отношениях. То есть, это отказ от ядов, от табаков, отказ от несвойственных нам форм времяпрепровождения. И это сбор всех здоровых сил общества, до которых можно дотянуться. И это обязательно русская традиция, опять же, в тех проявлениях, которые мы можем найти и показать, донести на праздники. Так широко, широко скажем. Ну, если по-простому, то можно, да, не умничать, по-простому не брать денег с людей за наше дело и за нашу традицию. Потому что я пару раз был на праздниках, приезжаю с семьей, приезжаю с друзьями, мне говорят, ну, проходите, ребят, с вас по 500 рублей, например. Ну, я прикинул, я же всех пригласил, там, это 3000 вынь да положь, и говорю, нет, спасибо, ребята там классные, конечно, внутри, но я отсюда послушаю. Вот, поэтому у меня несколько раз так было, я подумал, то есть, ну, не то, что для меня это, я из принципа просто не стал платить. То есть, для меня это, там, доступная сумма, но есть же куча людей, для которых это важно, там, за которых каждая тысяча на счету. Поэтому, первое, это доступность, то есть, не брать деньги за то, что ты можешь не брать деньги. Понятно, что ярмарку бесплатной ты не сделаешь, там, купцы, свои ларцы не смогут открыть, и труд нужно оценить. Ну, вот, мы можем пока делать вход на вечерину бесплатной, на все наши праздники, у меня не бывает платных. То есть, денег не брать, это первое. Трезвость, ну, это понятно. Скажем, никакое взаимодействие с человеком для меня невозможно, если он безнравственный. А, на мой взгляд, человек одурманенный наркотиком, нравственным быть не может. И он просто не отвечает за себя, не отвечает за свои поступки, соответственно, его нравственностью управляет тот и другой. Или другие, да, существа, которых он в себя допустил. Далее, что мы там говорили про здоровые силы общества, ну, это понятно. Я, ну, начали, естественно, с фольклористов, с тех, кто изучает традицию и так далее. Потом зацепили спортсменов, потом зацепили реконструкторов, потом экологов, потом людей, которые занимаются бездомными и людьми, и бездомными собаками. И вот я всех подтягиваю, всех вот, в общем, всех не безразлично. Здоровые силы общества, которым не пофиг. Которые там, ну, в общем, не пивное быдло, если так по-простому. Которым не все равно, что происходит. Я вот мог бы дотянуться, вот мне очень советуют сейчас у нас, стритрейсеры появились, очень такой хороший, активный социальный клуб. Но я вообще не понимаю, как стритрейсеров загнать на вечерину, то есть, там, заехать на их клевые тачки. Давай так расшифруем, что такое стритрейсеры. Вот мне слово не знакомо абсолютно, я русский человек. Стрит улица, рейс, гоняться. Так, благодарю. Значит, это те, которые... Автогонщики, автогонщики. Теперь понял. Ну, это у них устоявшийся термин, это их, поэтому я не претендую здесь на чистоту языка, потому что, ну, заимственное слово, оно и заимствует. Вот, ну, автогонщики, в общем, соответственно, у нас есть такие ребята, и они занимаются много такой хорошей, доброй работой, там, по детским домам. Ездят и детишек учат, там, как машинки делать, но пока я не придумал. А так вот я пытаюсь вот всех взять, всех, кого только могу, всех затянуть на вечерину, говорю, делайте свою лавку, делайте свой угол, рассказывайте о себе, а потом все вместе идем, поем и все вместе пляшем. Вот это то, что я перед этим так долго и пытался умно рассказать. По-простому оказалось все намного проще и интереснее. Понятно. Хорошо, давай поговорим вот еще о чем. Программа. Программа этой царско-сельской вечерины. Какие дни она проводится, сколько дней, и что в эти дни будет вкладываться, какие участники и так далее. Программа «Мелким шрифтом» занимает, наверное, 4 страницы. Если вкратце, вечерина идет уже несколько лет, 3 дня, потому что мы никак не влазим ни в один, ни в два. Но, опять же, это следствие того, что рухнули мои идеи слить воедино все, так скажем, все здоровые тусовки. Я очень хотел в свое время просто скрестить фольклористов со спортсменами. Потому что те тоже не курят, не пьют. Но тоже здоровые, сильные, интересные, небезразличные. Тоже с правильным досугом, с верными идеями. Но вот никак не получилось, понимаешь, спортсмен, ножевик, ударник, борсуха. Он готов вообще порвать на две части любого ворога, вообще ему все равно. Но когда он видит девицу в кокошнике, он так стесняется, так пытается слиться со стенкой. Так не может совершенно в основном, не все, но в основном, совершенно не способен влиться в хоровод, в какой-то пляс и круг. Это отдельная психологическая работа. У меня было там пару маленьких успехов, но в основном, так скажем, я провалился, я не справился. Возможно, кто-то справится. Поэтому мы вынесли два дня у нас спортивных, потому что турниры очень много занимают уже времени и сил. В пятницу у нас, соответственно, смотрю на календарь, 20-го числа детский турнир. По правилам грэплинга, борьба, это будет первенство Пушкинского района, ну, в общем, большой турнир хороший. И 22-го, опять же, это у нас ножи. Курирует нас школа ножевого боя Талпар, крупная, хорошая, сильная. И, опять же, для взрослых у нас будет борьба. Грэплинг курирует нас в Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга. И еще Ассоциация Федерации Кэмпа Карате России. Это то, что такие узкие дни, узкоспециализированные, они наверняка не всем интересны, далеко не всем. Это там, где живут спортсмены, которых я когда-то хотел затянуть на вечерину. А главный день и основной, это, конечно, суббота, 21 ноября. Там будут плясы, там будут былины, там будут сказы, там будут ремесла, там будет ярмарка, там будет петрушка, луки, топоры, ножи. Ткани, ткацкие станки. Ну и, как всегда, по три тысячи народов. Университет нам идет навстречу, аграрный университет, где будет проходить этот праздник Санкт-Петербургский. Идет навстречу, отдал нам весь первый этаж. Мы запускаем там из новенького, у нас будет комната матери и ребенка, потому что очень многие приезжают с младенцами. И с младенчиками нужно отдыхать, где-нибудь спрятаться. Мы для них делаем тихий уголок. А так, основное, конечно, это плясы, потому что такой, вспоминая русское слово, образ общения, который нужен, важен и которого сильно не хватает. Вот. Будет постоянное выступление, то здесь, то здесь, то здесь. Это специально сделано? Почему не сделать одну какую-то программу общую, как вот делан там дворец съезда? Все пришли, усеялись, похлопали, перед ними выступили, покланились. Ну, а дальше разошлись чай пить, например. Ну, дело в том, что нас к этому ведут все время. Я внутренне этому сопротивляюсь. Потому что даже в таких проявлениях, казалось бы, вот хороших, ну, концерт, что в нем плохого, да? Например, концерт там фольклорной или этнической группы. Но ты все равно в концерте потребитель. Ты сидишь и слушаешь, да? Тебе нравится или не нравится. Но ты потребляешь. А нужно по-другому. Вот ты, я запел, да? А ты меня, Алексей, перебил? Говоришь, не-не-не, давай вот так. Или просто поешь и сам меня перебиваешь. А у нас по-другому. Или встал и заплясал, когда ты заскучал, понимаешь? А здесь нас приучают к формату. Сиди, слушай. Потом свести, или плюйся, или цветком кинь, или денежку неси. То есть, ну, форму тебя загоняют определенную. А вечерина, она вся, мы пытаемся ее строить таким образом, чтобы все взаимодействовали. У нас нету сцены ни одной. У нас все условные артисты, условные. Потому что их народ все еще обычно воспринимает как артистов. Это просто такие же люди, которые обладают знаниями от родителей. Они все находятся в одном и том же пространстве. То есть, скажем, детская поляна, которая у нас идет постоянно. Это понятно. Это то, чтобы детишки вообще понимали, что такое игра. Это огромная проблема. Я очень много занимаюсь с детьми. Занимаюсь рукопашкой, традиционными всякими вещами, какими-то фольклорными. Детишки иногда не умеют держать друг друга за руку. Это сильная проблема. В первом, втором классе еще не умеют дичаться реально. Не умеют работать в коллективе. Почему им там в школах тяжело и так далее. Нету там авторитета старшего и так далее, и так далее. А в русской игре все вот эти, казалось бы, сложные психологические проблемы, которые я озвучил, они решаются вот на раз. Достаточно чуть-чуть поиграть с ребенком в традиционную игру, которая к нам пришла, прошла сотни, сотни, может тысячи лет. И все становится на свои места. Ребеночек начинает бегать, прыгать, как ему надо, улыбаться, хватать девчонку, бороться с мальчишкой. В общем, все, что он и должен будет делать вообще по жизни. Потому что, на мой взгляд, наверное, умные люди меня поправят. Но вся традиция, все образы традиционные, и игра, и песни, и пляс, они, в общем, рассчитаны в основном на две вещи. Это продолжение рода, ну и для мужчин это война. Понятно, что есть ритуальные обряды, и там небольшой кусок. Но в основном это продолжение рода, то есть, как ты девку берешь, как ты с ней дальше делаешь, как вы детей рожаете. Ну, а для мужика понятно, как он идет, бьется и достигает своих побед. Значит, что там, какой у нас следующий центр? Это изба сказок. Это, так скажем, наверное, самый яркий. Может, где-то есть круче, но, на мой взгляд, у нас это самый яркий проект, тоже в России. У нас, к нам приезжают очень сильные, именитые сказочники. Они приезжают из разных регионов. Мы слышим разную русскую речь, она очень разная, она уникальная, она красивая. Может, архангельский говор, псковский говор, нижегородский говор, московский, петербургский, они разные. Это все уникальные, красивейшие языки. И оттенки культурные, которые они привносят, они очень интересные. Проходят в большой аудитории, такой классической, университетской. И, ну, аудитория полна. И это очень приятно. И детей много, и взрослых. И, кстати, в прошлом году все ожидали, что будут сказки для взрослых. И в этом году мы действительно делаем от нуля сказки. У нас будет в программе помечено детская поляна. Она, может, уже вышла у нас в группе цирско-сельской вечерины. У нас будет от нуля сказочки. Там 0+, там 2+, 5+, и так далее. И после 20.00 у нас будет 20+. То есть, это будет петрушка. Такой, какой он должен быть. Но это такое насилие и похоть. Это веселье. И будут какие-то заветные сказочки. Будут какие-то частушки. Будут присказки. То, что уже можно показывать в завослом. И нужно. Чтобы они знали, что можно вот так весело, хорошо и задорно отдыхать. Со сказками без детишек. Ну и, конечно, это в основном зале то, что у нас происходит. Это концертная программа. Я бы от нее отказался. Но уже это стало частью. Частью такого восприятия праздника. Так бы я там... Ну, как я и говорил. Я не люблю концерты как таковые. Вот когда это вечерка. Когда мы все вместе сидим. Когда можем запеть в разных углах. Разное. Потом сойтись. Вот это здорово. Но концерт все-таки оставляем. Потому что иначе просто народ не поймет. Уже привык, да? Да. И потом плясы. И потом с 6. С 6.20 у нас, кажется, плясы. Ну, официально до 10.00. Но нас терпят наши соратники в университете. Низкий поклон. Они нас терпят. Мы почти до полуночи там куролесим. И потом быстро-быстро-быстро. Стараемся свернуться. Значит, привести все в божеский вид. И покинуть. Славные стены. Санкт-Петербургского аграрного университета. Но одновременно там будут десятки мастер-классов. Я их вчера считал. У меня было 30 с чем-то. Вот. Это ремесло рукоделия. Опять же, это нацелено на то, чтобы и люди, взрослые, и детишки вспомнили о том, что что-то можно делать руками, а не только усилием кнопки. Вот. Это важно, нужно и полезно. И, естественно, там у нас будут реконструкторские ребята. Программы свои делать. И бои на мячах. И общины к нам приедут. То там Велесия приедет. Они всегда играют с детьми в традиционные игры. Это, в общем, независимые такие очаги. И Ладоград у нас будет делать экстремальные практики. И там ножи в живот кидать друг к другу. И ходить по стеклам. И глотать шпаги. Откусывать гантели. И так далее. В общем, в таких площадках будет много и хороводы, и игры в разных углах. То есть, вот ты пришел чем-то, обладаешь талантом. Бери, пляши, бери, пой. Ну, так и должно быть. Как должно быть на большом празднике. Вот. И я, к сожалению, не успеваю побывать на всех, на всех, на всех. Площадках. И очень рад, когда приезжают люди опытные, которым чему мнению я доверяю. Я вот спрашиваю, а ты где был? Он там говорит, я был в избе сказок. Я говорю, ну расскажи, как там. И вот он мне начинает захлеб рассказывать. И там, что на его взгляд нужно сделать. Я все это беру на карандаш. И всегда я и моя команда хотим сделать это всегда лучше и веселее. Вот. Поэтому это все не проходит. Такой единый конвой, единой программой. Поэтому все это так непростой, живой, большой организм. Могут быть там аудитории или тусовки, в которые меня не пустят. Если я не вовремя приду или что-то не так сделаю. То есть это вполне нормально. Там все, кто приходит, равноправные, абсолютно хозяева данного праздника. Так и должно быть. Да. Так вот подумал, придет человек, и столько всего интересного. И глаза разбегаются, и уши во все стороны направлены. И ноги, вроде бы только две ноги, а идти-то надо в разные стороны. И как разорваться на тысячу маленьких медвежат. К сожалению, не получается иногда, чтобы еще здоровым остаться. И, в общем-то, наверное, это и правильно, потому что, если ты что-то не увидел в этот раз, то у тебя будет желание в следующий раз попасть. Но ведь, с другой стороны, даже при всем лояльном отношении к вам институтских верхов, то, что вам предоставляют такой большой зал, но зал все равно не резиновый. Что в следующем году будете делать? Ну, так скажем, мы же отказались от многих видов рекламы. И из экологических побуждений, и из экономических. И то, что мы уже собираем вполне определенную аудиторию. Мы пользуемся целевыми. Для нас, ваше радио, интернет, для нас целевая аудитория. Потому что это люди небезразличные, люди небезразличные, как минимум, к истории, к традиции нашей. Вот. Это нам интересно. Просто заклеивать город плакатами нам уже не нужно. Мы от этого отказались. Но мы спада не наблюдаем. Мы наблюдаем только рост. Чтобы в следующем году, я не знаю. Например, если вдруг нам по какой-то причине университет откажет, то вечерина будет совсем другой. То есть, она будет по-любому, но она будет совсем другой. Переезжать в какой-нибудь зал, не знаю, условно говоря, форекс по какой-нибудь, ледовый дворец или что-то такое, где проходит другого уровня мероприятие государственного и бизнеса, то там это даже не в том дело, что это стоит столько денег, которых я никогда просто даже в глаза не видел. А дело в том, что нужно будет согласовывать наше видение праздника, так скажем, с власть имущими и с деньгами имущими людьми. И вот они как раз могут попробовать нагнуть нас и сказать, знаете, а мы считаем, что здесь, ну, условно говоря, здесь должна быть Надежда Бабкина или группа «Золотое кольцо». Я их очень люблю всех, да, и они молодцы, но пусть они занимаются своим делом, мы будем заниматься своим. А если Лепс приедет? Нет, пусть приезжает, попляшет вместе с нами, подпоет какую-нибудь казачью песню, пусть приезжает. Абсолютно не против. Но единственное, что он не будет у нас. У меня очередь на спеть на царско-сельской вечерине рассчитана на три года уже вперед. И я вынужден отказать даже своим близким и любимым, дорогим соратникам. Возможете выступить, да, потому что ребята не как Лепс, да, но типа очень многие обращаются, хотят выступить. Но такой возможности нет, потому что мы хотим, чтобы был истинный фольклор, настоящий, истинная традиция. Хорошо, Артур, ну вот давай так поговорим. Все-таки при всем уважении к нашим структурам, да, ну, властным структурам, все-таки встречаются на местах такие вот управители от культуры, которые, ну, как говоришь, любят нагибать и говорить, вот у вас будет вот так и вот так. Пока не будет, значит, не будет никак. Но все-таки, наверное же, есть какая-то программа поддержки вот таких мероприятий. Наверное, и то, что все-таки седьмой уже год это проходит. Должны как-то убеждать людей, вверху сидящих, о том, что вот то, что здесь происходит, это неспроста, и программа вся продумана, и народу это нравится. Давайте, вот включите нас на следующий год, вот в рядовый дворец, мы проведем вот такое же мероприятие, бесплатно проведем, вы только договоритесь, чтобы вот с нас не драли деньги. Слушай, ну, это история для кого-то идеального мира, идеального государства, это не на этой планете. Ну, вот опять, ну, что же, ну, я вот так вот думаю, если у тебя созрело все в голове, то в этом случае, ну, и раскрываются это все, и Бог помогает. И все хорошо, замечательно. Если этого угодно, но ведь мы же небесовщиной занимаемся, мы занимаемся все-таки полезными вещами. Не, ну, понимаешь, люди, которые отказывают или навязывают свое мнение, они исходят из очень простых вещей. Они многие могли закончить высокие-нибудь вузы, их так учили, они так знают. Они вот ходят там на лепса, да, и они в восторге, им нравятся, они получают свой катарсис, там, свое воодушевление и так далее, свою радость. И когда ты им начнешь рассказывать, что можно привезти там каких-нибудь архангельских бабушек из какой-нибудь деревни Кушко-Пала, они тебя просто не поймут. И скажут, ну, что ты, ну, какие там бабушки, ну, о чем ты говоришь. Вот сейчас мы найдем, мы пойдем там, возьмем каких-то столпов, вот они все на ОРТ, крутятся на ОРТР, а мне вот они вообще близко вообще не задались. Поэтому, это, понимаешь, если это будет Ледовый дворец, то, ну, вот, мне точно нужно будет уходить там с основной работы. Для меня это должно будет стать работой. А я очень рад, что для меня это деятельность и досуг свободный. Я этим занимаюсь, потому что считаю нужным и хочу этим заниматься, и потому что мои партнеры по бизнесу терпят меня в таком виде, в каком я есть, да, и у меня очень много времени это отнимает. А это уже будет, ну, совсем другая история. Пусть будет тесно. Вот я вот за то, чтобы было тесно, чтобы было не протолкнуться, как у нас бывает на многих, на многих праздниках. Чтобы было вот чувство локтя. И вот мне всегда говорят, вот он, плясать невозможно. Ну, как же, ну, давай что-нибудь другое, давай много дней делать. Ну, пусть невозможно, пусть тесно. Ну, вот кому совсем никак, ну, значит, там, найдут себе другой пляс или другой праздник. Потому что, на самом деле, когда мы начинали нашу деятельность, нам казалось, что мы первые. Когда мы начинали ножевой бой, когда мы начинали борьбу, когда мы начинали фольклорную, народные праздники, И нам казалось, что мы такие единственные первые. Сейчас, на самом деле, слава богу, все это развито, все это хорошо. В разных совершенно точках можно найти, где провести правильно свой досуг. Или в спорте, или в народной традиции. Мы уже не такие уж незаменимые и уникальные. Мы, конечно, во многих вещах первые какие-то большие выдумщики. Например, вечерка плесовая зимняя у нас точно самая крупная в России. Больше не бывает. Но при желании можно найти и коллектив для себя, и с кем попеть, и с кем время правильно провести. И в поход сходить. Поэтому, если вдруг нас попрут из университета, будем находить что-то еще. Но ледовый точно не хочу. Ты представляешь, сколько вокруг ледового намолено, но совсем другим богам. Ну да. Которую богам назвать невозможно. Да, я совсем ледовый не хочу. Хорошо. А тогда такой вопрос. Вот представим себе, что, как говорят, хороший пример заразителю. Перефразируем, да? И вот приходит кто-то к тебе после очередной сарско-сельской вечерины и говорит, слушай, Артур, вот я живу в Кирове, или я живу в Архангельске, или я живу еще где-то в Ростове-на-Дону. Загорелся вот эта идея. Есть у меня соратники, есть коллективы, даже готовы представить площадку. Помоги, подскажи, как организовать. Пойдешь навстречу, поможешь, подскажешь? Ну, мы проводим, когда находим таких желающих, мы регулярно проводим семинары. Значит, я рассказываю, как я делаю эти праздники и как я собираю деньги. Что очень важный и животрепещущий вопрос. Как я договорюсь с властью, как я решаю вопрос с церковью. Вот, и почему нам так здесь хорошо, и все у нас хорошо и успешно. Значит, мы регулярно проводили, ну, мы, наверное, последние два года не проводим такие семинары. Раньше проводили очень много, потому что мы очень много занимались регионами, очень много занимались Карелией, там есть свои подвижники большие. Вот, и много для них делали и праздников, и ребята обращались. Но, понимаешь, в чем еще есть загвоздка? То, что я могу это рассказать, схему, но во многом эта схема моя. Вот, и я всем объясняю, что, ребята, вы должны во многом быть готовы пройти свой собственный путь. Вот, и понять, как вам это удобно и как вам это хочется. Это одна сторона, что я всегда помогаю. Мне вот иногда пересылают программы мои там друзья. Говорят, Артур, посмотри, вот программа вечерин и слово в слово. Там за такой-то год, вот там-то вышла программа твоей Масленицы. Я говорю, это не моя Масленица. Я на нее никаких прав не получал и не хочу. Я вообще за копи-лефт, за свободное распространение творческих идей бесплатно. Нравится тебе мой текст? Вообще, бери и пользуйся навсегда. И вообще, забудь, что я его написал. Просто подпиши свою фамилию. Если ты за это какую-то копейку получил, я только рад был. Ну, и так по всем любым там творческим моментам. Нет у нас конкурентов в этом поле. Мы должны, у нас есть только соратники. Если кто-то взялся, вот, и я вижу, что там какие-то наши словосочетания, наши обращения, наши статьи, которые мы создали там, распространяли все эти, кто-то берет для себя за основу, слава богу. Я только радуюсь. Я готов подсказать еще. Я вижу, что где-то не докручен, но просто не знаю контактов. А самому там, ну, не хватает сил выйти. А так, я всех приглашаю. Пожалуйста, обращайте. Всегда буду помогать, значит, и словом, если могу, делом. Это первая сторона. Это первая сторона. Вторая, что я вижу, что много серьезных мероприятий выросло, в том числе из вечерины. Я попробую затащить на себя одеяло. Пусть ребята мне потом напишут гневные комменты. Но у нас есть совершенно потрясающий фестиваль в Петербурге. Он как раз проходит в конце августа. Он называется «Славянский спас». Ребята сначала, они были вообще не Крина. Сейчас они создали там молодежное крыло, там, Пщина Велеси. Они его продолжают делать, продолжают проводить. Этот праздник у них не единственный. Они в свое время очень много трудились и помогали мне на праздниках народных. И сейчас создали свое. То есть, они и до этого, наверное, что-то делали. Мне очень хочется верить, что они что-то почерпнули, что-то переняли. Я не могу сказать, что это просто мои детишки. Да, там какие-то вот это их праздники. Нет, это не так. Но что-то я вижу, что-то есть общее, какие-то общие подходы. Я рад. Я всегда рад. Если они будут обращаться, наступят на горло гордости моей, своей. И всеобщие там какие-то вопросы. Но вот у них-то таких проблем точно нет. Вот там Дима Патриот всегда с нами работает, всегда участвует. Глава Велеси. Есть еще в Пушкине вырос такой фестиваль «Ладоград». Такая большая тусовка интересная. Они постоянно сейчас делают свои проекты. Я кое в чем не согласен. Кое в чем готов с ними спорить, критиковать. Но то, что они занимаются этим добрым делом, правильно, я за них только рад. Это только два праздника, которые, на мой взгляд, каким-то образом проросли через вечерину. Ну, это вот мое мнение. Может быть, они все мной могли бы поспорить. Поэтому нет у нас здесь... У нас враги только те, кто запрещает это. Те, кто делает, те, кто созидает в народном поле, для нас только друзья и соратники. Давай сейчас прервемся на музыкальную паузу. А после этого мы продолжим разбирать тему. Думаю, тема достаточно интересная и обширная. Так что будет о чем поговорить. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что сегодня 10-й день месяца Новых Даров 7524-го лета. Третьяник по одному из древних календарей, а по-современному 11 ноября 2015 года среда. Добрые народные праздники, царско-сельская вечерина. Такова тема сегодняшней нашей беседы в живом эфире. Артур Гавриленко, главный соведущий, нам об этой вечерине-то и как раз рассказывает. Понятно, что уже появляются какие-то новые праздники, новые встречи, как ты говоришь, которые проросли из царско-сельской вечерины или взяли за основу что-то. Это приятно, на мой взгляд, потому что я думаю, что конкуренции как таковой в славянском мире быть не должно. Потому что слово конкуренция, это все-таки, во-первых, не наше слово, во-вторых, оно строится на какой-то денежной выгоде. Если мы говорим о неденежной выгоде, то и какая может быть конкуренция? Какой может быть вообще бизнес? Я скажу так, что очень часто у меня людей, которых я привлекаю, и предлагаем какую-то оплату, они говорят, нет, ну что-то, это же наше общее дело, мы денег не возьмем. Я предлагаю оплату только если у меня есть возможность, если нет, то, соответственно, ее не бывает. Но я всегда говорю, рода должны богатеть, твоя семья, твой род должен быть богатеть. Но богатство, в конечном счете, не должно измеряться количеством бумажек, каких-то ноликов, где-то у кого-то в компьютере записано. Это просто нужно изменить отношение к деньгам. Для меня это давно не ценность, для меня это инструменты. Нельзя любить чемодан с деньгами, потому что нельзя любить чемодан с гвоздями, или чемодан с цементом. Это одно и то же. Это просто инструменты, которыми нужно хорошо, успешно пользоваться. Вот, это к разговору о том, что нужно делать с открытой душой, не зацикливаясь на бабле. Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что работает у нас чат, в который вы можете войти и задавать вопросы. К нам приходит на сообщение, что вот я зарегистрировался, но, к сожалению, не могу войти. Пишет там, что неправильный логин, или не может войти, или заблокирован. А есть одна особенность. Вы все-таки должны регистрироваться, латиницей набирать свое имя. Вот такая особенность есть. И тогда проблем не будет. И второй случай, когда вдруг по каким-то причинам вас не впускают после регистрации, этот логин был кем-то занят и уже был забанен за очень нехорошие действия. Вот два случая, когда вы не можете попасть в чат. А так вообще регистрация очень быстрая, и буквально в 10 секунд, и после этого вы уже полноценный чат-лайнер можете логин, пароль свой убивать и задавать вопросы Артуру в данном случае, или обмениваться своими сообщениями с теми, кто находится в чате. Так, ну что ж, давай дальше. Будем рассматривать царско-сельскую вечерину уже под микроскопом. Наверное, один из нередких вопросов, которые тебе приходится слушать. Почему вы проводите вечерину практически уже зимой? Что вам, лето, весны и осени, что ли, не хватает? Такой ранней, где еще теплое, когда народ более-менее способен передвигаться свободно, а не так, что в тулупы залезать, там валенки. Ну, у нас очень много праздников. У нас это круг, годовой круг народных праздников. У нас их много. У нас их много и зимой, и весной, и летом, и осенью. Просто хочется собраться под крышей, в тепле, чтобы по-настоящему по-многу поплясать. И в тепле, и с интересными людьми пообщаться, и провести время. Пока у нас есть такая возможность, мы, соответственно, используем мощности университета. И ноябрь, ну, такое время, когда хочется как-то под крышей все-таки быть. Это еще не снежок, да, уже в январе, там, рождественские, там, можно на улице устраивать праздники, что мы обязательно сделаем. А вот сейчас как раз такое межсезонье, когда нужно куда-то спрятаться. И потом, ну, у нас есть там долгая история, что мы сначала проводили это в пост, потом большая православная общественность попросила меня проводить это все-таки там до начала поста, как мы пересекались с другими фестивалями. Ну, вот сейчас у нас устоялось, что действительно в последнюю неделю поста проводим. Многие называют эту вечерину зимней. Очень много идей по тому, как вечерине выплеснутся за стены университета. Но я пока стараюсь людей пожалеть, потому что все-таки петербургское межсезонье – это такая вещь суровая. Конечно, если нам разрешат, то впервые мы сделаем несколько, так скажем, точек на улице. Мы сделаем бочки тепловые, ну, это костры, грубо говоря, безопасные такие в бочках. Мы сделаем там лавки какие-то с каким-то интересным товаром, там, с рыбой, там, с грибами. То, что не очень хорошо, когда находится в помещении. И, ну, может, там ребята что-нибудь там пожарят, сварят и вкусное сделают на улице. Если у нас это все срастет с университетом, то мы выплеснемся на улицу. И у нас такая уже будет и в закрытом, и на открытом воздухе. Вот, а пока это как раз мы, это у нас, для меня это время, это конец года. И я смотрю на, вспоминаю всех тех добрых людей, которых видел за год. Это для меня отчетное перевыборное собрание. Я вспоминаю всех, кого видел, кого слышал, с кем хочется еще раз увидеться. Всех приглашаю на вечерину. Конечно, не у всех получается выбраться, не у всех получается там поучаствовать. Но во многом наши планы, желания совпадают. Очень много хороших людей приезжает, очень много показывают и очень много отдают. Отдают добра, отдают таланта, творчества, знания. И это очень радует. Пока мы пытались сделать сирско-сельскую вечерину летом, но это наталкалось на разные организационные, разные хозяйственные вопросы и хозяйственно-финансовые вопросы. Поэтому пока не удалось сделать. К тому же у нас летом есть очень большой проект в Эстонии. «Славянский свет» называется. И он у нас отнимает огромное количество сил. Поэтому пока мы не дошли до того, чтобы такой масштабный праздник сделать еще и летом. Ты не случайно так понял, сказал, что зимняя вечерина. Ведь если по, опять же, древним календарям смотреть, то зима наступала где-то в районе третьего, четвертого, пятого, ну, в зависимости от плавающих дней, да, ноября. Вот как раз где Казанская. Такая примета есть, что на Казанскую с утра еще осень, а уже к вечеру зима. Вот как раз это вот по древнему календарю уже зима-то, она сейчас и идет. Так что ты и не оговорился здесь. Ее зим не назвал не я, ее зим не назвали люди, потому что на вечерину обычно буран из-за носа. К нам люди с России не доезжают там из Твери, там отзваниваются из Ярославля. Мол, Артур, мы кидают смс-ку, мы едем через 4 часа. Проехали 20 километров. Ну и, соответственно, я говорю, ребят, разворачивайтесь, зачем себя мучить. Когда в прошлом или позапрошлом году встала вся Россия. Неожиданно выпал снег в России. И, соответственно, не получилось у многих доехать. Потому что выпадает много снега на вечерину. Так что будьте готовы. Мы едем через полчаса. Мы стоим. Да. Хорошо. Тогда такой вопрос. Я понимаю, закрытое помещение все-таки намного теплее, чем уличное. Если снег выпал, то это слякоть, которая тащится внутрь. И вот как с этим быть? Здесь обходим такой момент. Ведь, наверное, на утро те, кто придут в университет, увидят натоптанное это все. Не очень будет приятно. Ну, у нас работает полтора десятка уборщиков. Поэтому с этим все в порядке. У нас чистота. Абсолютно. Понятно. Раз такие тонкости забираемся, у нас все в порядке с туалетными комнатами и так далее. Потому что, конечно, университет не рассчитан на единовременное пребывание такого количества людей. На самом деле. Тот гардероб, который там, кажется, на 700 или на 800 мест, в первые полчаса сбивается. И потом уже люди так, скажем, складируют пучками свои вещи. И я иногда, ну, по крайней мере, раньше переживал, что вдруг там вопрос воровства какой-то возникнет. Но, к счастью, достаточно внимательных и добрых людей. Плюс мы провели несколько профилактических бесед, когда объяснили, что если вдруг кого поймаем на воровстве, то есть у нас подозрение, что его рука попадет в дверной проем, и кто-то резко хлопнет дверью. Будет торопиться. Случайно. Тут вот проходить тогда бывает. И сквозняк опять же. Да, с оттяжечкой так. Бам. Ну, это поэтому пока все, слава богу. Вот поэтому у нас чистота, у нас здоровье, у нас красота, традиция. В этом деле все хорошо. Кстати, мы считали летнюю вечерину. Даже в Петербурге, если проводить вечерину, даже летом, все равно людей нужно посадить под шатер. Потому что вдруг ливень. Потому что есть опыт некоторых безответственных фестивалей, когда вызывают и группы, и людей. Люди приезжают, начинаются ливни. И вот, чтобы посадить несколько тысяч людей под шатры, например, это опять же из-за разряда того, я столько денег не видал вживую. Поэтому тоже сложный вопрос. Возможно, она будет и меньше вечерина такая. Я задал вопрос не просто так. Ты сказал, когда про уборщиков, это все здорово, замечательно. Но ведь известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Вот, что ты предлагаешь тем, кто приезжает на вечерину, может какие-то там сменную обувь с собой иметь? У нас всегда выходит в группе инструкция, что брать с собой на вечерину и сменную обувь. Кружка и сменную обувь, это всегда прилагается. Кружка, потому что мы всегда бесплатно, когда я говорил про доступность праздника, это не то, что только ты должен попасть бесплатно на праздник, да? Вот, скажем, приходят детишки из необеспеченных семей, тут их ярмарка искушает и кренделями, и всем остальным пирогами, и с битнями, и все это стоит больших денег. У нас обязательно самоварная поляна с угощением. Хоть ты там опейся и объешься там сушками, печенюшками, это все бесплатно в любом количестве. Вот, поэтому у нас это доступно, чисто, правильно. В общем, инструкция есть, как себя вести. Да, инструкция, да, это кружка. То есть, почему? Потому что мы не хотим, приходится в одноразовую посуду разливать, да? Поэтому лучше взять кружечку. И я людям советую взять одну или две сменные обуви, если они пляшут. Потому что, когда пляшешь пять часов подряд, то промокаешь просто насквозь. Я советую просто брать с собой сменную одежду, сменную обувь, как минимум одну пару. У меня их две обычно, две сменные обуви пары. Хорошо, ты пляшешь, короче, да. Ну, я уже пляшу не так, ношусь все равно по празднику очень много. Поэтому, да, есть инструкция. Люди понимают, многие. Я не видел, понимаешь, хамского отношения. А если меня что-то и задевает, то я зачастую не делаю замечания. Я понимаю, что люди не виноваты. Мы, например, вот всю зону торговли с едой выводим сейчас в отдельный блок. Потому что, ну, например, на избу сказок приходят, ну, условно говоря, с попкорном, да. Вот все привыкли. Я не против вот этой культуры поглощения фильмов, да. Ты приходишь, обставился там кока-колой, нравится тебе хрусти, пей кока-колу, смотри комедию с неграми. Почему бы и нет? Но когда ты приходишь на былину, там, с кукурузиной, там, или с пирожком, ну, наверное, это не очень правильно. Ну, мне так кажется. Совсем, скажи. Ну, да. Хотя мне могут возразить, мол, там, а раньше в избе, там, сидели все семками щелкали. Ну, наверное. Ну, наверное. Но сейчас уже все-таки другая... Хочется проявить уважение к чтецу, который приходит, тратит свое время. У нас, кстати, ни один из артистов ни копейки никогда не получает, ну, и не получал. Ну, и, наверное, если на меня не свалится чемодан с деньгами, то и не будет получать. Я бы рад их всех отблагодарить. Ну, этих возможностей нет. Поэтому люди, которые трудятся самоотверженно на вечерине и показывают все самое лучшее, что они собрали, хочется, чтобы к ним проявлялось уважение. Большое. Большое, по крайней мере, чем обычно. Ну, а, например, бежит мамочка, там, вся в леденцах, вся, у нее ребенок весь в кукурузах, там, наверное, на купленных пирожках. Не вовремя залетает в избе сказок, на примере избе сказок, там, в середине выступления. Мы, соответственно, это контролируем. Мы не будем выговаривать что-то, она перепутала что-то. Ну, скажем, что с едой нельзя. Значит, посередине выступления, посередине былина, если на люди поют, ходить нельзя. Ну, и так далее. Есть расписание, есть ограничения определенные. Всех не научишь, ко всем в душу не залезешь. У всех разное представление о допустивом и нет. И я думаю, что есть много благочестивых людей, которые мне смогут сделать замечание. Так что, вообще, меня очень радует публика. И, естественно, фольклористы – это отдельная история такая красивая. Но народу обычного все больше и больше, и больше. Они вроде так понемножку перемешиваются. Если ты говоришь про обычный народ, то в этом случае обычный народ приходит и в обычной одежде. Как здесь у нас с внешним видом? Что с собой брать? Есть какой-либо там ценз, то, что сейчас называется? Вот с этим можно, а вот с этим нельзя. Ну, так скажу. У меня было много конфликтов с фольклористами тоже по этому поводу. Значит, объясню. Вечерины делаются для нормальных людей. Тех, которых мы видим из окна. Это не делается для фольклорной тусовки. В фольклорной тусовке куча своих праздников. Куча возможностей встретиться, порадоваться друг на друга. Посмотреть друг другу на вышивку. Посмотреть, что там новая косовороточка или новое плетение. И послушать там новую песню, привезенную из Белгорода. Вот таких уникальных, таких, так скажем, узкоспециальных возможностей у фольклористов достаточно много. Идея цирско-сельской вечерины – это вообще распространение традиций. Показать, как это весело и красиво. И для меня, дорогих фольклористов, я использую как картинку, как замануху. Много красивых людей, одетых по-русски. Много сильных людей, интересных людей, поющих по-русски, пляшущих по-русски. Как я и сказал, что они постепенно смешиваются. Потому что фольклористы не любят брать там все в пару человека, не в фольклорной одежде. А я очень прошу, наоборот, говорю, видите нормального человека, то есть обычного. Хватайте его и затягивайте в круг. С этим проблемы. Мы с этим боремся. Накачка у нас происходит психологическая. Всегда я там говорю с руководителями коллективов. Ну и постепенно, постепенно. Очень медленнее, чем бы это хотелось. Но это происходит. Поэтому, когда меня спрашивают, обычные люди, а в чем приходить на вечерину. Я говорю, ну если вам удобно прийти в тренировочном костюме, Адидас, ну приходите в тренировочном костюме. Вы будете, наверное, чувствовать себя немножко не так. Приходите в том, в чем вам удобно. Потому что, если вы уж так будете очарованы русской традицией, так захотите купить себе сарафан или рубаху, у вас будет такая возможность. Потому что русскому костюму мы уделяем очень много внимания. У нас будет очень много лавок, которые привезут, соответственно, костюмы. Прямо там на вечерине люди одеваются. Такое очень часто бывает. Парни, вот видно, что это офисные работники, компьютерщики какие-то. Они приехали в джинсиках, в маечках, в каких-то блузах. И потом они куда-то убежали, где-где-где, и прибегают уже поверх, натянули рубахи. Ну и прекрасно, так и должно быть. Поэтому, кстати, по костюму у нас будут и выставки, и показы. И это вообще отдельная история. Костюм, так скажем, когда я в косоворотке, я точно мимо урна не плюну. Мне это неудобно, меня это ограничивает. Как с бородой, я с своей длинной бородой хожу. И мне и хочется похулиганить и как-то там нашкодничать. А вот думаю, ну у меня же борода. Ну не то, что думаю про бороду. Ну все-таки, я же человек приметный, у меня борода. Ну как, мне уж такое нельзя. А уж когда костюм на тебе, когда на тебе вышивка, когда там на тебе образы древние, то похулиганить совсем уж не получается. Ну а девушек, сарафан, костюм, рубаха, платок, они преображают просто коренным образом. То есть, если девка в сарафане и правильно одета, на нее хочется смотреть, разглядывать ее, быть к ней ближе. Ну а, соответственно, джинсы, кофточки, там, китти, там, не знаю, еще какие-нибудь там бренды, они уже превращают их в достаточно обыденную, понятную массовку. Уже гораздо менее заметную. Вот, поэтому здесь с костюмом проблемы нет. В чем не придут люди, может, будет одеться на месте. Или просто хотя бы захотеть одеться. Или пошить. И таких специалистов будет много, которые расскажут, покажут, научат. Теток со швейными преднадлежностями будет огромное количество, даже с ткацкими станками. Хорошо. Вот говорим мы про то, что можно будет прикупить. А вообще, купцы, в каком количестве они будут представлены? Будет ли хороший ассортимент? И, скажем так, что, наверное, для многих тоже интересно, не будут ли завышенные цены? Потому что ведь известно, что многие купцы пытаются на таких мероприятиях очень хорошо разжиться. Слушай, ну, больной вопрос. Он входит в противоречие с моей теорией доступности. И мне, например, наш постоянный участник – Гардарик. Люди самоотверженные, интересные. И очень много своих культурных событий делающих. Концерты Емелина организовывающие и так далее. У меня все говорят, что у них дорого. Ну, да, у них дорого. Значит, хорошо. Когда я шил рубахи сам, 3 года назад, могу сказать, я свою команду всю, студенческую и так далее, вокруг, решил обшить рубахами. Я брал самый недорогой лен. Я искал пошив самый простой. Моя жена лично делала вышивку на машинке, какую могла. Там простейшую, пуговку простейшую и так далее. Нам рубахи получились 1300 рублей без оплаты организаторского труда, без доставок, без договоров, ну и без вышивки моей жены. Это 1300 рублей только материал и пошив. Ну, мы не специалисты. Мы вот просто взяли и сделали. Понятно, что мощная, красивая рубаха. Вот я в Архангельске покупал 5,5 что ли. Понятно, что дорого. Понятно. Ну, ты ее и таскать не будешь, наверное, в машину под ней не залезешь, на охоту в ней не пойдешь. Это праздничные рубахи. А простые рубахи, вот повседневные, к свороточке, ну, любая девка должна, грубо говоря, вот снять вот этот скатерть, да, или сакон, занавеску и раскроить, и пошить. Там вообще ничего сложного. Там три раза ошибется, ну, будет у тебя чуть косенькая рубаха. Что ж, не с первого раза она сошьет тебе правильно. Носи, радуйся. Ну, вот, но зато это будет дешево и сердит, потом научится. Ну, вот, потом, если захочет, сошьет тебе хорошую уже, пришьет тебя вышивкой. Раньше как пришить, отшить, это же не просто так бывает. Потому что девка вышивала со своими мыслями о тебе, о своих мыслях, о вашем общем будущем, делала тебе вышивку какую-то и так далее. Поэтому вопрос сложный, будет дорого, ну, можно дешево взять. Ну, и будет, соответственно. Это особый вопрос. Костюм настоящий, традиционный, народный. Уже или делать своими руками. А если ты не даешь себе труда научиться и сделать сам, то найди в себе силы заработать. Я так думаю, что мужской полный костюм без верхней одежды, с поясом, со штанишками, с портами, и с рубахой, и с картузом, да, или с какой-то там шапочкой, порядка десятки. Вот это по-скромному. Девушкам гораздо тяжелее, наверное, от пятнадцати нужно начинать думать, от пятнадцати. А так все это шьется, все это делается. У меня жена к вечерине детям по-быстрому шьет рубашки. Тоже будут с вышивками, тоже будут из льна. То есть, это лиха беда начала. Традиционное, почему оно верное и понятное, и приятное? Потому что оно простое. Косоворотка вся из квадратов, прямая совершенно. Я когда заглядываю за спину, мне кажется, что и я бы сшил. Я, конечно, не пробовал, но вот у меня такое ощущение. С женскими вещами посложнее, но опять же. Потому что это женские, они сами по себе сложнее. Поэтому будет, наверное, что-то дорого, что-то дешево. Но, опять же, нужно понимать, что у нас, когда попадают... Можно дешево купить марсианский наряд, понимаешь? Который будет непонятно, из чего сделан. Мы поговорим об этом марсианском наряде еще в следующий. Сейчас у нас просто музыкальная пауза подходит. Давай перед музыкальной паузой ответим на такой вопрос. Если человек соберется приезжать на личном транспорте, есть где там остановиться? Стоянка есть? Большая стоянка перед университетом, да. В общем, на 100, на 200 машин хватит? Ну, и поболее там вокруг. Понимаешь, сейчас студенты богаты, припарковаться негде, когда ты приезжаешь. А сейчас будет суббота, поэтому все вокруг будет в нашем распоряжении. Припарковаться точно можно. Хорошо. Ну что же, давай тогда прерываемся совершенно на короткую музыкальную паузу. Еще раз предлагаю нашим радиослушателям включаться в наш чат. Регистрируйтесь, или если зарегистрировано, вводите логин, пароль. И участвуйте в беседе, задавайте вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Десятый день Месяца Новых Даров, 7524-й Третьяник. 11 ноября 2015 года. Среда. Добрые народные праздники. Царскосельская вечерина. Артур Гавриленко, главный соведущий. И говорим мы так по-домашнему, за кружечкой чая, о том, как вообще эта вечерина организуется. Что там происходит? Как туда попасть? Ох, много там интересных вопросов. Жалко, эфир маленький. Давай затронем вот такую тему, которая, наверное, расскажет нашим радиослушателям о тех, кто является настоящими фольклористами. Или тех, кто себя выдает за настоящих фольклористов. Вот для меня такой показатель является, одним из таких показателей является, что та рубаха, которая на нем одета, имеет на себе складочки от чемодана. То есть таких людей называют чемоданные фольклористы. То есть, когда он просто живет в жизни, он носит джинсы, носит костюмы современные, носит что угодно, спортивную одежду, ну, то, что удобно, то, что принято. А когда он идет на какую-то вечерину, мероприятие, о чем-то рассказывать, петь, он открывает свой чемоданчик, достает оттуда в складочку костюмчик, рубашечку и одевает. И очень смешно бывает, когда сидит такой умный человек, говорящий о фольклоре, о нашей старине, а у самого так видно складочки по рукам проходят, по бокам. Вот для тебя какой показатель? Как ты определяешь, человек живет фольклором или он просто об этом рассказывает? Знаешь, я очень терпим. Я очень терпим в этом смысле. И вот мне всегда жалко марсиан, которых клюют. Очень сильно наши истинные фольклористы, потому что у меня даже бывает такое, что... Просто стоп, 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 прежде чем говорить у тебя такое, ты давай ответить, кто такие марсиане в твоем представлении? Ты сейчас говоришь, а у нас там... Марсиане – это люди, которые лишь, так скажем, какое-то подобие народной традиции, не понимают до конца, зачем они одели косоворотку, не понимают, почему просто... Ну, так скажем, это в определенном смысле пародия на традицию. Но пародия не злая, а пародия по незнанию. Ну, это когда дети играют в рыцаре, вот он надел себе на голову картонную коробку. Ну, что же ему сказать, что ты мелкий дебил, иди себе сделай нормальный шлем и будь достоин. Рыцарства нет, пусть он наденет картонную... Кто-то приходит и на вечерки, кто-то приходит и лекции, наверное, читать, вот он как в картонном шлеме, в картонной коробке. Вот он залез в коробку из-под холодильника, говорит, что он танк. Ну, и что теперь? Ну, пусть он так погоняет, может, потом его азарит, он что-нибудь человеческое изобразит. Поэтому их сразу видно, есть куча групп ВКонтакте, где этих марсиан бедных раскатывают по косточкам. По поводу складок надежи, могу сказать, знаешь, мы когда куда-нибудь едем, там у нас несколько праздников, там в Белоруссию едем, куда-нибудь в Псковскую. Мы очень много перемещаемся, много всего, и мы специально, я вот у меня были, опять же, проект, я делал рубахи не из настоящего льна, а с примесью искусственных каких-то волокон, потому что она не мялась. Потому что настоящая льна рубаха, ну, понимаешь, ее чуть-чуть пережала, она сразу там на себе показывает все дорожные отметины. И очень многие ребята, потом у меня фольклористы из известных групп, не буду называть каких, попросили сделать такие же рубахи, потому что они реально не мнутся. Они вот, понимаешь, их из чемодана достал, это вот против таких, как ты, чтобы не засекали. Из чемодана достал, она распрямилась, как бы она такая вот, как только что вообще из-под утюга. Поэтому не вижу в этом большой проблемы, тем более у многих фольклористов, они там разъезжают, ну, совсем не на профессионально подготовленных там экипажах или автобусах, а едут как-то и на общественном, как угодно там. У нас был там Мишаня, он и есть, Щербаков аккордеонист, он слепенький. Ну, так он там по несколько рубах, понятно, что он слепую в аккордеон запихивал, понимаешь, свой костюм. Ну, какой он там будет? Какой он? Он сильно красивый будет, а не очень. А человек сам себе потрясающий, отзывчивый. Ну, вот и правильно. Поэтому я к марсианам отношусь к сочувствиям. То есть, понятно, что я не марсианин, и там ближайшие соратники тоже нет. И мы с улыбочкой на это все дело смотрим. Но с улыбочкой не злой. Но порой их так клюют сильно, что у меня там иногда, вот я говорю, что на ярмарку записываются, выясняют, а у вас будет там вот такой-то, такой-то там, значит, фольклорист. Ну, например, там Марианна Медведева. Замечательная девушка, она обязательно будет там, большой знаток, очень советую познакомиться, обратиться. Я говорю, будет она. Теперь нам уровень понятен. Мы, наверное, просто придем в гости. Значит, со своей лавочкой мы не выставимся. Ну, да, вот даже на этом уровне уже все знают, что на вечерине, вечерина это уровень. Понимаешь, там с картонным кокошником. Но если придут люди с картонными кокошниками, ну, совсем с беспределом, да, вокруг них встанут, начнут ржать и показывать пальцы. Жесткие у тебя какие-то все, да, жесткие. Ну, не то, что жесткие, они вот так вот выражают, потому что там же Марианна Медведева, она слишком много сделала и хочет, чтобы, по сути, на ее поле там, да, народного костюма, там какого-то понимания, к чему это ведет и как это должно выглядеть, чтобы его засеивали какими-то сорняками. Тоже можно понять. Но я жалею, жалею, Марсиан. Хорошо, я просто подводил тебя к такому моменту, чтобы задать вопрос. А как ты себя представляешь в жизни, если бы, например, ты одевал костюм, не повседневный, старинный, не только на вечерины, а вот ежедневно? Можете себя представить в обычном костюме, старинном нашим русском, повседневной жизни, ходя по улице, ездя в автомобиле, там, идя навстречу, что-то и так далее? Я это часто делаю, вот, когда я знаю, что это правильно сыграет и правильно сработает. Но у меня еще, у меня какая проблема, у меня повседневного костюма нет. У меня все костюмы традиционно, они, в общем-то, праздничные. Вот, и поэтому понятно, что, когда я иду в белой рубахе, она вся вышита и там свастиками расшита, и у меня там широкий пояс, у меня там казакин правильный, сапоги и нож, и нагайка. Понятно, что это у меня образ, и я иду с кем-то решать вопрос. Когда нагайка и нож, точно решаешь вопрос. Но тоже там в администрацию или еще куда-то я так захожу, когда хочу что-то с порога там заявить. Так это сильно привлекает внимание на улице, там, люди хотят там общаться, фотографироваться, но, знаешь, у нас не понимают, вот, костюм, вот, относятся почему-то к такого рода праздничному костюму, как какой-то, именно к какой-то игре, несерьезности. То есть, если я приду, ну, не знаю, в костюме какой-то, я не очень разбираюсь в брендах, ну, там, допустим, Фосп, да, костюм там за десятку можно купить, за двенадцать. То есть, у меня мой костюм принципиально дороже, хотя сшит, ну, дорогими и правильными людьми, которые там берут только за материал. Но ко мне будут намного почему-то серьезнее относиться в каких-то кабинетах, ну, потому что вот это, так скажем, утеряны смыслы, которые связаны с образом народного костюма. И считается, что ты должен быть совсем сильно малоприметным и двубортным или однобортным с тремя пуговичками, лучше с удавкой на шее, которую я в жизни не ношу. Я часто делаю, ну, такой, знаешь, смесь такую. Я одеваю костюм обычный, да, который сейчас принят обычным, ну, как банкиры носят. И под него косоворотку. И так рекомендую многим делать. Так вот. Ректор Ефимов иногда ходит, у него такая есть косовороточка такая. Только опытный глаз поймешь, что это косоворотка у него, ну, не просто рубашечка там и так далее. То есть, нужно идти иногда в этом смысле на компромисс. Там или поясок подпоясываю, если будет хорошая обстановка в той тусовке, в которую я пришел в костюме, я сниму пиджачок и будет видно, что у меня поясок подпоясан. То есть, людям тоже это о чем-то скажет. Поэтому, как костюм в повседневной жизни, ну, понятно, что удобнее всего там бегать в костюме Эверласт все равно. Да, там, или в шортиках и в маечке летом. Ну, и во многом, потому что костюм, вот, понимаешь, когда я одеваю костюм от Хугабозда, допустим, я могу бедокурить. Могу там, как-то там, не знаю, там, разбить бокал грянуть или, опять же, сплюнуть куда-то. Или кого-то там обматерить трехэтажно. Это я могу себе позволить. Если я буду в косоворотке с поясом, как бы, в таком, ну, с таким образом, как-то это на меня накладывает ответственность. Может быть, поэтому и не носим в повседневной жизни, что реально много ответственности. Потому что слишком много смыслов за каждой строчкой на твоей рубахе. Поэтому вот так, наверное, это сейчас многим и даже мне не подходит, как повседневная одежда, только как праздничная. Ну, хорошо. А мечтал бы ты, что наступят такие времена, когда все больше и больше людей будут одевать не просто рубахи национальные под костюмы известных брендов, а уже и сами костюмы какие-то стилизовать? Ну, не как это делают марсиане, а вот все-таки ближе к тем выкрикам, которые были, ну, хотя бы так, 200 лет назад. Не то, чтобы я мечтал об этом. То есть, ну, мечты нужно соотносить с реальностью. Меня радует, когда я вижу, что когда человек привносит в свой быт, в любой, да, там, BMW свой под гжели распишет. Очень радует, когда я вижу такие машинки. Или у него там косовородочка где-то. Ну, понятно, что человек вот как-то тянется к традиции, там, или поясок у него специфический, или там амулет у него, или кольцо увижу с каким-то знаком. То есть, ну, для меня это там свой-чужой происходит, опознавание. Вот. Не могу сказать, что я мечтал бы об этом, потому что даже не задумывался, честно говоря. Ну, что-то меня даже в этой картинке пугает, что я выхожу на улицу, а все здесь косовородка, значит, баба в сарафанах. Ну, что-то, наверное, я не готов. Дело в том, что, когда в свое время я отрастил бороду очень длинную, мне все спрашивали, ты что, против кого-то протестуешь, ты в какую-то секту попал, ты там, может, в батюшки собираешься, или там в отшельники собрался, и так далее. Вопросов задавалось очень много. Задавалось очень много. Ну, я отшучился, говорил, что зима будет холодная, шарфики часто теряю, или там денег не хватает на бритву, грубо говоря. Доходило до того, что мне даже бритвы там дарили, приносили, люди верили свято, шарфики дарили, причем хорошие шарфы. В конечном итоге я посмотрел в тех обществах, в которых я общался в те времена и крутился, то стал замечать, что и от рядовых до директоров людей очень много стали носить бородки. Конечно, не до пупа, а просто вот, ну, какие-то там аккуратненькие бородочки, уж там трех-четырехдневные щетины, это само собой стало. То есть мужчины стали быть похожими на мужчин. Кто-то там усы стал отращивать, кто-то бороду. И я говорю, что это было и снизу доверху до самого. И прошло-то буквально там три-четыре года, и эта мода устанавливалась. Поэтому, когда кто-то видит кого-то в национальной рубахе, сначала это вызывает какой-то такой, может быть, интерес или шок. Ох, и нифига себе, что это такое, да? Потом это вызывает такое, ну, да, есть у нас такой своеобразный товарищ. Потом вдруг мы видим, что кто-то тоже начинает на себя одевать, такое стилизованное хотя бы. А через четыре-пять лет смотрим, как-то эта мода становится уже, и вверху там присматриваются, на себя что-то одевают. Это сейчас тебя пугает, то, что ты вот себе представил, утром вышел, а тут все в национальных костюмах и бабы сарафанок ты говоришь. А на самом деле-то ничего страшного в этом нет. Это просто, несмотря на то, что мы хотим жить в нормальном славянском русском мире, нас все равно по каким-то критериям отпугивает этот мир. И вот пока мы сами себе в голове здесь не уложим, что здесь ничего отпугивающего нет, этого и не случится, ведь мысль материальна. Согласен, ну и совершенно верно люди подмечали по поводу протеста. Я анализировал, что это за движения веганские, родноверческие, все ребята, которые за ЗОЖ гоняют, здоровый образ жизни и так далее. На самом деле это протест, все верно. Это протест не только, даже иногда не столько по отношению именно к государственному строю или к конкретным людям, принимающим решения, а вообще к тому цивилизационному пути, по которому идет основная масса человечества. Поэтому, да, протест, да, так скажем, определенный поиск традиций и, так скажем, на вечерине большинство народа протестного, потому что проводят свой досуг и свою жизнь не так, как это принято и не так, как нам это велят. Поэтому с протестом-то тоже люди не ошиблись. Да, но в том случае, когда я это отпростил в бороду, она никак не была связана с протестом каким-то. Так что есть люди, которые это делают, потому что так жить хочется, чтобы не заниматься ерундой, схаблить себя, не быть жаналиким. Ну ладно, давай к следующей теме перейдем. Уже упоминалась у нас финансовая часть. И вот давай зададим такой вопрос. Где деньги, Зин? Ведь я видел, что ты выкладывал призыв собрать 350 тысяч. И большинство людей, когда видят такую сумму, говорят, слушай, дядя, а нафига тебе такие здоровые-то деньги? Ты что с ними делать будешь? Ведь чемодан с деньгами очень тяжелый, наголо упадает, его уши бить может. Ну, вечерина стоит дороже. Примерно в два раза. А, соответственно, когда я пробовал, запустил вот этот проект с народным финансированием на Бумстартере, я... Ну, это опыт такой. Во-первых, мне сами ребята с Бумстартера написали сами. Типа, вы клевые, давайте вывезетесь у нас на сайте. Вот, сделайте проект. Я нашел там девушку, которая занялась этим делом. Хотел, провел эксперимент. Можно ли, так скажем, на этом поле собирать на народную традицию? Ответ. Ну, в нужном мне количестве и за короткое время. Ответ нельзя. Мне нужно было 350 тысяч. Мы набрали, я не знаю, наверное, полтинники. А то я не загадывал уже давно. Время и сил на это было убито достаточно много. Я его не жалею. Потому что каждый человек, который отослал 50 рублей, это вот уже для меня просто соратник-друг. И, в общем, соратник надолго. Потому что он потратил свое время, он врубился в этот сайт, посмотрел, как это делается. Вот у него было там на телефоне, девушка одна написала, говорит, у меня только 50 рублей было на телефоне, я все отправил. Ну, что мне будет дороже там? 50 тысяч от банкира какого-то или 50 ее рублей? Ну, конечно, 50 ее рублей. Даже этот жест, который она сделала. Поэтому, если я для себя понял, что, скажем, эта сфера финансирования не наша. Финансироваться нужно по-другому. Ну, там, когда это будет интересно, кому это будет интересно, если нужно будет. Я отдельно буду рассказывать про источники. Вот. Кто будет делать народные праздники, кому это нужно. А так, стартером, это был для меня информационный повод. Был эксперимент интересный. Ну, я посмотрел, сколько людей там в группе у нас совокупно, которые мы окучиваем. Ну, наверное, тысяч пять человек во всех наших группах. Ну, живых, да? Не пересекающихся. С этими поддержками, которые у нас были. А жертвователей получилось сто. Ну, то есть, или смотрят на нас и считают, что у нас все круто и так. И нечего баловать. В общем, много вопросов. Я понял, что, так скажем, финансирование через интернет-площадки – это не наша аудитория. Я посмотрел проекты, которые там просто... Я думал, если эта порнуха набирает там миллион, то почему бы не набрать вечерини? Но, оказывается, порнуха... Ну, иногда не порнуха, иногда интересные. Там издательские проекты, хорошо книжки идут. Но вот они хорошо набирают. Может, они делаются более грамотно у нас. Это первый опыт. Вот. Поэтому все, что люди пожертвовали, это им вернется. Вум Стартер вообще такая логичная и правильная система, что если ты не набрал нужные те деньги, они потом возвращаются через некоторое время обратно тем, кто жертвовал. Поэтому по-прежнему буду ходить к благодетелям, просить их, помогите. По-прежнему буду обращаться в наш муниципальный совет. Ну, вообще, размах большой вечерины произошло после того, как нас взял под крыло муниципальный совет наш, пушкинский. Мы тогда себе действительно начали, смогли многое позволить. Потому что я помню, первая вечерина нам стоила 28 тысяч рублей. Как сейчас помню, это я, Владимир Николаевич Карпачев сбросились на центр сластей печенюшек. Это единственное, за что мы заплатили тогда. А потом, сам понимаешь, хозяйственная часть растет. Нужно людей иногда привезти откуда-то, нужно где-то поселить. Потому что там те же суземки, которых вы отставили, они, когда их спрашивали, вот вы так много гастролируете, так много ездите, а кто ваш спонсор? А они отвечают, наш спонсор, пенсионный фонд России. Люди за свой счет, за свою небольшую денежку собирают, отрывают от семьи. И едут куда-то радовать народ, делиться традицией, по-настоящему творить. Но если уж они могут, то мы-то должны смочь что-то сделать, что-то свое пожертвовать. Поэтому, на самом деле, суземки, еще несколько коллективов есть таких. Когда я про них вспоминаю, я понимаю, что все мои какие-то заморочки, хозяйственные, финансовые, это вообще ни о чем. Но ты должен продолжать трудиться. Так что, короткий вопрос на твой ответ. Где деньги, а не в вечерине? Дефицит продолжается, сохраняется. Я иногда открывал сбор прямо на праздники. Вот у нас москвичи и ребят приезжали, гуляй нога такая. Очень хорошая молодежная инициатива, плясовая. Мы там часть им заранее собрали, а потом часть собрали. Я объявил на праздники, но тоже как-то народ не сбросился. Ну, может, я не умею делать. Может, как-то нужно по-настоящему. Может, с шляпой надо побегать. Поэтому, пока не знаю, как-то. Мне кажется, есть такое чувство, когда мы, видишь, очень продвигаем эту тему, что у нас все бесплатно, и приходите, приходите, и вдруг начинаем что-то просить на вечерине. Мне кажется, это народ напрягает. Они не хотят обманываться. Все-таки что-то с них поимели. Поэтому мы будем с этими призывами скинуться поосторожнее. Да, я вот тоже так думаю. Если человек пришел, там было все бесплатно-бесплатно, а потом поставить большая шляпа, то как-то это может неоднозначно восприниматься. Ну, да, хотя я спокойно отношусь. А вот кто-то может расстроиться. А вот не дают тебе, потому что ты ходишь в праздничном наряде, который там не одну тысячу рублей стоит. А вот если бы ты ходил в каком-нибудь там бомжомском пиджачке с ближайшей помойки, то тогда, может быть, кто-нибудь на тебя обратил внимание, сказали, ну так, стирай слезу, ну дай тебе рубль, дорогой, держи. Неправильно ты, наверное, подходишь к забору денег. Возможно, возможно. Ну, в этом случае, да, мне проще самому заплатить. Хорошо, тогда такой вопрос. Ну, ладно, бесплатно, не бесплатно. Может быть, сделать какой-то условно входной билет. Ну, почему, например, так вот себя терзать, сказать, ну, давайте все бесплатно. Ну, бесплатно, там, бывает, мы знаем, сыр в мышеловке, да, только бывает. Но ведь понятно, что и за многое в этой жизни приходится платить. Ну, так почему бы просто не сделать какой-то щадящий совершенно копеечный входной билет или сделать входные билеты совершенно разных. Вот насколько ты себя чувствуешь, да, помоги. Вот тут, например, рубль, да, вот тут, например, 10, здесь 100, здесь 500, здесь 1000. Вот выбирай любой, который тебе нравится. Достал, положи рубль, достал, положи 1000. Или там, знаешь, как вот некоторые делают такой вариант, что пускают каких-нибудь корабейников, в которых лежит, ну, совсем такие безделушки, ну, типа магнитики, которые, там, красная цена 50-100 рублей, да, и продают их, например, там, за 500 рублей. И говорят, вот, и надпись, вот полностью все деньги пойдут именно на покрытие, вот, всех расходов, связанных с этой организацией этого праздника. Ну, честно пишут, что это не в карман, а это именно на расходы. Почему бы так, например, не сделать? Слушай, ну, варианты таких, варианты такие есть. Они, так скажем, их реализация сравнима с их финансовой успешностью. Примерно так же. Вот, скажем, ну, пример корабейников. Может, я очень серьезно отношусь с корабейниками. Я считаю, что это отдельный вид искусства, потерянный. И я корабейника видел одну семью, в которой есть корабейники. Это тот же Сева Мизенин, ну, от его супруга. Потому что в чем искусство корабейника? Это в том, чтобы он продал тебе вот эту безделушку, да, там, мне он продаст за 10 рублей, у меня будет счастье, а тебе он то же самое продаст за 1000 рублей, и тебе будет счастье. Он продает счастье вообще. Не важно, что у него там в руке, чем ты с ним меняешься. Он продает тебе какой-то настрой твой добрый. Грубо говоря, это такой психолог. Это экспресс-психолог. Вот он должен с тобой поработать, и вам обоим должно стать хорошо. Ну, это, к слову, корабейник. Слушай, ну, по деньгам, понимаешь, очень много... Я не хочу вот так агрессивнее собирать деньги, потому что туча людей, туча, трудятся бесплатно. Туча людей, я даже не понимаю, почему они так много делают для праздника. Особенно это касается университета и нашего оргкомитета. Виктор Алексеевич Ефимов, понятно, что он в горних высях решает совсем другие вопросы, но он нас привечает, и у него есть помощники, такие добрые люди, что они делают столько. Я искренне не понимаю, зачем им это нужно. То есть понятно, что мы все соратники, понятно, что мы единомышленники, но они делают просто очень много шагов навстречу, помимо своей основной работы. Вот, поэтому не хочется мне активнее вылезать вот именно в сбор денежных пожертвований именно. Мне удобнее поработать с благодетелями, на самом деле. На самом деле на них больше груз перенести, чем с народа. Потому что врагов очень много, все равно, раз мы уже заговорили в эту сторону. И не хочется отдавать поводы ищущим поводам. Вот. Да, но в этом случае все равно так или иначе ты столкнешься с объемом, или который не поместится в стенах, все равно даже без рекламы. Потому что язык он и до Киева доведет, и молва о хорошем расходится тоже достаточно быстро. Или ты столкнешься с тем, что не хватит на какие-то задумки элементарных финансов. Ведь, конечно, можно ходить по различным структурам финансовым, кидать клич среди знакомых, друзей, более-менее состоятельных. Но сегодня состоятельные, а на следующий год, например, не очень. Ну, бывает всякий кризис, да, в Африке кризис. Вот. Так что здесь так или иначе придется... Ну, значит, для чего-то придется обойтись. Ну, значит, на самоварной поляне не будет печенюшек. Печенюшек на самоварную поляну уходит на 30 тысяч. Ну, не будет печенюшек. Не будет там гостей из Москвы, например. Там ребят нужно студентов привезти и так далее. Которые классные, совершенно потрясающие коллективы. Там самим неудобно платить. Ну, значит, не будет. Ну, что поделаешь. Ну, значит, будем схлопнемся. То есть, мне кажется, праздник, он такой живой организм. Я не совсем согласен вот с этой темой, что проект должен непрерывно расти. Если ты не растешь, ты умираешь. Да нет, он пульсирует. Ну, значит, войдем в другую зону пульсации, так скажем. Он по-другому чуть-чуть будет дышать. Так, наверное, точнее будет. Но все равно праздник останется пока. Потому что есть очень много людей, которые его просто любят. И есть очень много людей, которые совершили ради этого праздника много подвигов, как минимум трудовых. С теми же, опять же, для меня примеры, это как суземки. Как они к нам добирались, как они к нам приехали, как они с этого Архангельска чуть ли не на электричках к нам прибыли в суровую зиму. Это для меня тот пример, который будет нас двигать, заставлять двигаться вперед. Артур, я тебе задаю вопрос о деньгах не потому, что желаю, чтобы ты раскололся. Вот какие-то свои корыстные цели. Наоборот, я хочу нашим радиослушателям очередной раз сказать, что, друзья мои, не все на деньгах строится. Потому что я задаю эти вопросы, которые, я думаю, что тебе неоднократно задавали. И постоянно так или иначе тебе на макушку капают, капают, капают этими вопросами. Ты правильно сказал в самом начале, что деньги – это всего лишь на все инструмент. И не определяют деньги, качество или уровень какого-то мероприятия, а делают мероприятия люди живые. Вот если в голове есть каша, то в этом случае каша и получится. А если в голове есть мозги, то в этом случае обязательно что-то придумают. А если мозги еще на чем-то хорошем мысли свои строят, то в этом случае вообще получается все замечательно и здорово. Ведь уже неоднократно было замечено, если ты делаешь благое дело, то Бог тебе в помощь. Никогда не бывает такое, что ты пинка получаешь зад из-за того, что мыслишь очень по-доброму, а получаешь какую-то дрянь сверху. Дрянь обычно получаешь среди завистников. Но это все лишь на все маленькое испытание, не более того. Поэтому да, здесь мы крутимся в этом мире, мы в нем живем. Да, деньги – это инструмент. Ну, для кого-то это идол, для кого-то это какое-то божество, а для кого-то это всего лишь на все инструмент. Поэтому вот обратите внимание, очередной пример для тех, кто сомневается, что есть люди, которые готовы себя отдавать взамен, не беря копейку с людей. Можно даже не делать каких-то таких высоких смыслов творить. Вокруг себя создавайте какие-то простые дельные вещи. Самый простой пример, что нас сейчас больше волнует – безопасность. Как обеспечить безопасность в своем дворе? Да, ходи ты полчаса занимайся с гантелей или с гирей в своем дворе. И никаких там хануриков, ханык или хулиганов не будет. Потому что они поостерегутся. Поэтому я знаю, что когда я бегаю вокруг своего дома с гантелями, я четко контролирую ситуацию. У меня там никаких сложностей не будет. А если у вас будет 5 человек таких в доме, и они по полчасика будут заниматься вокруг дома спортом, то, соответственно, как минимум 2,5 часа покоя вашему двору обеспечено. Много таких простых решений с теми же праздниками. Не сидеть Новый год, зарывшись в мандаринчике, в водочку, в селедочку и так далее. Возьми ты. Нет у тебя самовара, как у меня, как я делаю. Возьми ты кастрюлю, мангал, поставь там, накидай травок, позови людей. Не знаю, свари ты настой какой-нибудь травяной. Или соки там завари. Как угодно. Сделай что-то веселое, интересное. Не умеешь петь, плясать, вынеси бубны какие-то. И что-нибудь там, какие-нибудь речевки прокричите. Проведите время на улице, попейте чайку, попляшите, как можете. От вас никто не ждет каких-то хореографических чудес. Просто пообжимайтесь, поваляйтесь в снегу. Не лупитесь в эти телеки. Не обжирайтесь. Простые же вещи. Вечерина, так скажем, квинтэссенция таких воззрений множества-множества-множества людей. Там у нас участников, не знаю, наверное, 400 человек ее делают. Начиная от поющих, пляшущих. До людей, которые делают ярмарку интересную и веселую. У нас просто так на нашу ярмарку опять же не попадешь. Чтобы мы тебя знали, доверяли тебе, знали твой товар. До тех людей, которые там в конечном счете убираются. Поэтому делайте все по-доброму. И еще очень важен такой момент честности. Он так снимает много. Иногда я анализирую, когда лгу регулярно людям. И понял, что лгу, когда пытаюсь их поберечь. Я понимаю, что они именно такую ложь хотят услышать. Я хочу сделать им хорошо. Даже не ради своей корысти лгу, а чтобы им было приятно. И потом недавно понял, что на самом деле, если потратить время. И подробно, и по-доброму, и честно разложить какую-то ситуацию. То вот она, честность будет выводить вперед. Поэтому простые, честные, добрые решения. Хорошо. Давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. Если уж очень часто мы говорили про Суземи. То Суземи еще одну поставлю. Небольшую песню. Они нас слушают, они мне здесь пишут. В личке что слушают. Хорошо. Но при этом, да. Потому что приглашаю их, кстати, пользуясь случаем. Приглашаю на очередную передачу. Очень мне понравились наши передачи, которые были у нас. И после этого мы затронем еще одну болевую такую тему. Не буду сейчас говорить. Если вы еще не в чате в нашем, то вот вы не можете видеть того, что в чате пишут между собой люди. Так что заходите в чат, и будет у вас все здорово, замечательно. Итак, отдыхаем. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас десятый день месяца новых дорог 7524 лета. Третьяник по одному из древних календарей. А по современному 11 ноября 2015 года среда. Добрые народные праздники. Царско-сельская вечерина. Такова тема нашего живого эфира. Главный сведущий Артур Гавриленко. Итак, еще хочу напомнить от себя, что у нас на радио появился так называемый стол заказов, где вы можете через форум обратной связи писать свое пожелание и в пятницу или в повторе в субботу слушать в 12 часов по Москве в пятницу, что там вы заказали для себя или для своих близких. Ну что ж, переходим, как я говорил, к такой очень злободневной теме на сегодняшний момент, которая, наверное, может быть сформулирована так. Как уживаются на таких мероприятиях христианство и родноверие, или староверие, или язычество. Вот по-разному это можно называть, а что гораст. Ведь известно, что Россия довольно-таки в этом направлении разносторонняя такая страна. Тут есть и атеисты полные, есть и мусульмане, и буддисты, и христиане, и кого только нет. Вот как здесь все эти конфессии, неконфессии и мировоззрения уживаются? Уживаются прекрасно. Я всегда всех приглашаю, как я говорил, до всех здоровых сил общества пытаюсь дотянуться. Для меня здоровые – это в прямом смысле слова «здоровые», то есть неотравленные. В первую очередь алкашкой. С ними, так скажем, и читать веды, и обращаться с евангельской проповедью к какому-то бухому наркоману бесполезно. А если люди трезвые и нравственные, то и на основе своих ведических воззрений, и на основе своих христианских воззрений и устремлений, они могут построить какой-то внятный диалог. Они могут построить какое-то общение. На вечерине никогда не было никаких в жизни конфликтов по этому поводу. У нас были какие-то перепалки в комментариях и так далее. Но это как всегда. Когда на диване сидишь, ты кажешься очень крутым. Как приходишь в зал боксировать, понимаешь, что все не так здорово, как тебе казалось, когда ты комментировал бой Роя Джонс. И у нас был интересный опыт, когда наш администратор Татьяна начала удалять комментарии, чего я очень не люблю, когда людям затыкают рты таким образом, удалять комментарии и призывать людей к спокойствию. Я им предложил, ребята, второй день вечерины борьбы, ножевой бой. Выбирайте себе любую категорию, приходите, встречайтесь, выясняйте отношения. Мы все прекрасно встретились, выяснили, все все поняли. Прошло замечательно. Никаких сложностей с этим нет. Наш праздник проходит по благословению настоятеля Екатеринского собора, отца Никиты. Но он совершенно не обделен вниманием, так скажем, родноверов. У нас всегда община Крина, у нас всегда общение Велеси. У нас многие люди, которые являются авторитетными в этой сфере, приезжают и делают и выставки, и делают выставки литературы своей. Единственное, что я их просил иногда, когда книжки совсем вызывающе оформлены, я объяснял, что это вас могут не понять. Вызывающе оформлены, что ты имеешь в виду? Ну, там, я думаю, что меня может там какой-нибудь поверженный крест или что-то там какое-то. Он такой уже хула, когда возводят на христианство. Или очень большой альбом, и где свастика не является элементом каким-то оформительского. Она, например, посередине там нарисована. То мне могут сделать, не мне, а людям могут сделать замечание кому угодно, и появится конфликт, что вот почему и так далее. Не все будут готовы объяснить, не все будут готовы понять, что это там древний символ, когда еще ни фашистов, никого, ни нацистов не было и в помине, которому как минимум десяток тысяч лет и так далее. То я прошел что-то. Вы можете, конечно, такую литературу распространять, если считаете необходимым. Но не надо ее вот вставлять как заглавную. Меня вот такие вещи могут расстраивать и настораживать. Поэтому на идеологической почве ни у кого не было конфликтов. Всех, кого я призываю на вечерину. Ну, во-первых, есть очень много конкурирующих, так скажем, между собой тусовок, в том числе фольклорных в определенном смысле. Ребята, все свои проблемы, все свои недочеты откладываем на вечерине, мы делаем одно большое общее дело. Ну, мне кажется, это еще и такая площадка и для общения. У меня приходят и православные родноверы, и социалисты, и фашисты, и вообще все, кто хочешь. Ну, вот и люди, так скажем, центристских общих совершенно взглядов, которые могут и не понять, и не заметить, о чем идет речь. Чем меньше между нашими людьми границ, в том числе такого рода идеологических, тем нам будет приятнее и лучше. Вот так? Да, у нас часто бывает не так, что человек говорит что-то доброе и хорошее от себя и о том, ну, скажем так, мировоззрении, которое он внутри себя исповедует, которое ему помогает жить. А часто бывает сваливается на неприязни к человеку, к своему собрату, который по-другому мыслит, по-другому видит, по-другому чувствует. И вот это меня тоже часто печалит. Ну, если тебе помогает христианство, да, если ты идешь в церковь, и ты там набираешься добрых энергий, ну, тебе помогает это, ну, слава Богу, да. Если ты идешь на капище, и тебе это дает светлые энергии, ну, тоже слава Богам. Почему вы должны толпами стучаться друг об друга? Почему вы должны друг другу глотки грызть и при этом кричать, что нас постоянно убивают? Почему? Вот я не могу этого понять. Нас, вот все постоянно кричат, нас-то там притесняют, нашу культуру затыкают, нас режут, нас там насилуют, нас там жгут, травят, что угодно говорят. Но при этом сами друг друг готовы морды бить. Вот это мне непонятно. Ну, есть ли другой мировоззрение? Ну, ты по-доброму скажи. У меня такое мировоззрение не более того. Зачем ты на другого кидаешься? Ну, есть люди одаренные, как проповедники, с любой стороны, а есть нет. Есть вот, которые чуют, что это правда. И вот за свою правду они, в конечном счете, готовы только рвать глотку. Поэтому, именно поэтому призываем оставить всех, все разногласия именно идеологически подальше. Потому что, в конечном счете, то, что мы показываем на вечерине, оно без времени. Я не знаю, сколько в конечном счете времени, и не могу ничего сказать об истинности родноверческих каких-то устремлений. Не был я и, соответственно, в Израиле две тысячи лет назад. И как документалист не могу свидетельствовать о какой-то конкретике того, что повествуется в Евангелиях. Мы подчеркиваю, как документалист. Поэтому, то, что к нам пришло в виде игры, традиции, пляса, оно прошло много-много-много времени. Раз оно пережило так много режимов, так много чисток всевозможных, я думаю, со всех сторон. То, значит, в этом есть какое-то просто здравое зерно. Где вас никто никуда не заманивает, никто не оболванивает, а просто предлагают что-то верное, дельное, интересное. Вот так. Поэтому вечерина это такое место, где есть возможность творить вместе. И у христиан, и у атеистов, и у родноверов, кого угодно. То есть, я не спрашиваю ни паспорт, ни вероисповедание. Я спрашиваю, а что вы делаете, а что вы любите делать, что хотите. Покажите свои работы. И мне все становится про человека понятно, может он на вечерине трудиться или нет. Вот так. Хорошо. Ну что ж, у нас есть такая традиция в заключении подводить итоги сегодняшней нашей передачи. И можно еще разок по пунктам пройтись по тому, что было сказано. То есть, где, когда, что и во сколько. И пожелать что-либо нашим радиослушателям доброе, вечное, чтобы душа развернулась. Я желаю всем найти группу царско-сельская вечерина. И добрая вечерина, вступить в нее. Потому что там мы регулярно пишем про наши праздники. Наши праздники мы проводим в большинстве своем в Петербурге и окрестностях. Но иногда и куда-нибудь выезжаем. Так что, возможно, кто-нибудь из слушателей сможет к нам присоединиться. Мы будем этому очень рады. Вот это пожелание номер один. Пожелание номер два. Я его уже озвучивал раньше. Не ждите ни от кого подарков в виде досуга. Потому что вас заставят потреблять. Вам будут предлагать что-то. Вам будет какой-то уже совершенно пережеванный готовый продукт давать. Сделайте что-то самостоятельно. Открытую тренировку. Чаепитие. Ну и в конце концов с соседями по подъезду познакомьтесь. Знаю, что это тяжело. Болезненно. Возможно. Может потом откажетесь от этой идеи. Познакомьтесь с соседями из другого подъезда. Но вот что-то самостоятельно нужно делать. По поводу вечерины. Если сможете, приезжайте на праздник. Я достаточно много посещаю разных фестивалей и праздников. Другого такого праздника. По насыщенности и по духу, который царит внутри. Благожелательности, веселья, доброты. Я не знаю. Соответственно, самый главный день у нас будет 21 ноября. Это суббота. Это Санкт-Петербург. Город Пушкин. Аграрный университет. В 15 часов мы начинаем. И к 23 часам мы заканчиваем. Если найдете группу, там все. Вплоть до того, где можно жить. Как можно доезжать. И, наверное, уже сотня статей вышла про участников вечерины. И какие лавки будут. И какие коллективы будут. Будем писать. Как будем кормить. Где можно покушать. Как можно доехать. Транспорта много. В общем, можно приезжать к нам совершенно без денег. Вы все равно попадете на праздник. И не околеете с голоду. Потому что так или иначе. С ушками, печенюшками пузо набьете. И ван-чаем запьете. Тем более, что у нас несколько кафешек. Которые продвигают свои услуги. Хорошие ребята будут просто угощать. В каком-то количестве сотен порций. Конфетками, ван-чаями и прочими вкусностями. Но вы тогда пропустите нашу ярмарку. Которую я очень люблю. Которую мы относимся очень серьезно. Многие относятся к этому как к второстепенному явлению. А я считаю, что это очень важно. Потому что у нас мастера настоящие. Мы стараемся, чтобы перекупов не было. Или это были настоящие приказчики. Которые понимают о том, о чем торгуют. Но стремимся к тому, чтобы был настоящий мастер. Если у нас корабейники. Чтобы это были настоящие корабейники. Что когда купил там поясок или подковку. То точно знаю, что этот поясок или подковка принесет тебе счастье. Всех богатырей, кто любит ножевой бой и борьбу. Опять же, находите нашу группу. Находите в ней публикации, посвященные боям. 22 ноября у нас будут турниры. По борьбе и ножевому бою. Которые называются «Богатырские забавы». Мы их проводим сейчас осенью и весной на День Победы. Турниры хорошие, добрые. Ответственное судействие. Профессиональное. Все судьи сертифицированные. Турниры под контролем федерации профильных проходят. И так как опять же от безденежья. У нас получаются настолько добрые призы. Призовые места. Мы там дарим банку меда, носки. В общем, что насобирали по ярмарке. Ходим у людей, просим у добрых. У торговцев. Говорим, люди, дайте поясок. Дайте варежки. И это даже пронимает опытных спортсменов. Которые закалены в боях. Когда он укутывается шарфиком. Берет бутылочку сбитня под мышку. Такого опять же не бывает нигде. Но надеюсь, что это создает соответствующую атмосферу. И люди снова к нам приедут. Вот, наверное, вот так. Ну что ж. Хорошо. Я думаю, у нас прошла такая теплая беседа. Довольно-таки приятно за чайком. В заключение, процитирую. Данил написал в чате, когда мы говорили про бороду, про традиции, про одежду нашу древнюю русскую. Он написал, а я говорю, мне лень бриться, да и неприятно. И тенденцию он видит, что бородки уже в моде. Вообще, если так в заключении говорить, то люди творческие. Давайте уже как-то вот вместе что-то делать общее. Не просто каждый сидит на своей заваленке и поплевывать в сторону соседа. А как-то развивать эту культуру совместными усилиями. Надо понимать, что росения, я не говорю про Россию как маленькую часть, росения, а про всю росению, где жили всегда наши славянские народы, она достаточно большая. Традиции существует очень много. Поэтому ломать копья о том, какая традиция более правильная или менее правильного, смысла нет. Точно так же, как не стоит бить соседу нос только из-за того, что его маму зовут по-другому или папа отличается от вашего папы. Это очень глупо. У каждого свой папа, у каждого свои семейные уклады, но все равно так или иначе они строятся на нашей древней традиции. Вот давайте показывать нашу древнюю традицию, нашей древности так, как до вас это дошло, как вы ее чувствуете. Потому что если вы будете сражаться с вертельными мельницами, то в этом случае вы будете тратить свою жизнь на всякую глупость. А если вы будете просто доносить эту информацию, то, в общем-то, и добра станет в мире большим. Так что приходите к нам на радио, рассказывайте, показывайте. Если вы ведущие о каких-то традициях или каких-то, может быть, заповедях или еще о чем-то, тоже приходите. Мы с радостью вас выслушаем. Даже если будут отличаться наши точки зрения. Все, что заставляет человеку включать мозги, именно заставляет человеку включать мозги, что сейчас актуально, это очень важно. Дальше. Наше радио, как я уже говорил, народное, народно-славянское радио, и поэтому невозможно его участие без народа, то есть без вас. Вот давайте участвовать в создании народного радио все вместе. Давайте делать мир, опять же, лучше. Слушай, не обойду стороной одной из наших заповедей, просто так вот скажу. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, ворок ваш. Внимайте вы тем, кто глаголит, что ближний ваш, дружи ваш. Идите через миры многие, познавая их, совершенствуя дух свой. Познавайте мудрость Бога единого. И обрящите свет Божий на пути своем. Мне кажется, очень на сегодняшний момент актуальные слова. И если вы будете придерживаться этому, то тогда и мир наш будет лучше. Потому что если братья мы, то давайте уж и жить будем по-братски. Напоминаю, что сегодня у нас десятый день месяца новых даров, 7524-го лета, третейник по одному из древних календарей. 11 ноября 2015 года, среда по современному летоисчислению. Добрые народные праздники, царско-сельская вечерина. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Рассказывал нам об этом Артур Гавриленко. За что низкий поклон ему. И на этом нам остается только с вами попрощаться. Давай скажем... Ждем вас на вечерине. Вы же обещались быть. Надеюсь, что приедете всем коллективам вашего радио. Так что до встречи. Хорошо. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова